прошу благословения владыка небольшое слово сказать апостол павел дает наглядный пример не все знают писание не у всех есть возможность много времени этому отдать чтобы сидеть записывать сверять просто говорит подражайте мне как я христу он имел право так говорить я не знаю только не верующий можно сказать а разом полностью подражал христу написано так а чего не написано я назад а вот библии о том даже не рассуждаем я говорю говорить еще немножко о том что заденет нас вот заметьте вот начался вирус служили же это время в это время батюшка отец андрей ткачок в храме из лотаря там выходит в противогазе он ничего не говорит а людям все понятно дальше лукашенко вертолет думает он убегает из страны а у нас бунтующими снизился и вышел с автоматом но только без рожка стрелять не чем зачем они это делают я говорю об александре григорьевич лукашенко президенте белоруссии ну они не могут вернуться каким-то истоком у нас есть первый исток а первый исток святая библия и мы бы что не делали как не отрекались но мы обязательно вернемся к тому что было ветхом завете я иногда задаю такой вопрос сектантам ну разом протестантам вы читали первую книгу сарс читали а вы помните жители вовсами сажали урожай уборка урожая все довольны смотрят корову тащит какой-то ящик а что такое а это в плену был ковчег теперь да вы что а говорят у них его никто не смотрел да это там за занавесками завешались тряпками не найдешь ни одного окна нету а сейчас можно посмотреть и народ со всех сторон пошел пояс богородицы чё ж людей не обращать а поясом их а куда они дальше с этим поясом пойду дальше никто не ставит вопрос а то греки торгаши самые первые торгаши в мире все за деньги все чемоданами кости везут и они не могут я вами был когда в этой европейской поездки шли мы до испании то остановились у наших людей которые здесь они вижу серафима гавриловна это ее сын там от которой самые старенькие прощищалась сегодня ну и там собрали они знакомых людей баптистов и говорит вот ваше мнение вы видели везде 650 библиотек получили 38 томов книг она выступление тысячи были в городе в дороге везде ну вот какой народ самый такой верующий но во всем народе не могу сказать но видно все таки как вот в ирландии я там не был закрыли ход мастоны теперь уже знаем точно и и даже самая маленькая какая-то такое село и обязательно церковь а какой процент самый высокий в европе ирландия насколько это глубоко насколько как они на воскресенье никуда не все храм тут баптисты там католики там православные православные тоже есть но главное что весь день посвящает богу ну вот как на фарешских островах старики наблюдают за молодыми как они там чем занимаются играют и этот день прямо или косвенно посвящен воскресенье если субботники значит субботе и вот мы знаем первый исток подошли люди ко всех заглянули они не баптисты были они не плевали не рубили не жгли что они плохого сделали я вопрос просто задают у меня закрылась положи туда закладочку деяния 20 глава 37 стих не нужны будут прочитает кто-нибудь у себя держи ее если мы будем смотреть на события ветхого завета нового завета и мере все критериями нашими привычными государственными мы ничего не поймем они посмотрели от того что я посмотрел у было как хаджана средин говорит вы знаете этот рассказ там пришел один и говорит он купил булку хлеба а ел вкусно почему я горь шашлык жаренка над дымом ел ух как пахнет хорошо а сам ест мой шашлык сидя как правильно который нюхал давай деньги да вот тебе а тот руки против нас подожди взял услышит как звенят деньги да все и газу назад тот дымом пытался ты звуком денег то есть мы должны эту мудрость увидеть не надо перелазить дальше иначе тебе могут ноги подсечь и они а то же далеко не отошли или нет мы не знаем но они посмотрели сегодня говорят вот курская битва то самая большая битва за всю мировую историю прохоровка если выделить из этого где-то и в один день 10 тысяч убита это много для страны много один день а там в этот же день началось падеж 50 тысяч и 70 человек счет абсолютно это я говорю из библии 50 тысяч не дождались дома не родители может быть там женщины были не написано ну взрослые конечно были за что один вопрос за что я задаю сектантам вопрос за что я как-то не думал а тут думать даже не надо зря бог никого не накажет ну зря то есть по нашим меркам по нашим меркам не подойдет а что означал ковчег ветхом завете еще не означал а ковчег для чего для скрижали а скрижали что такое слово вначале было слово слово было у бога это господь а где он лежал вообще видео марии вы издеваетесь от богородицы она выходила же нам уж нажала детей говорить и говорить и ваша участь с этими жителями бессомиса возражать что интересно то ли то что я так говорю напористо или что полное молчание вот ваша участь а мы мы не подойдем даже нельзя прикасаться нельзя говорить это приснодействие союз сосуд понять из библии взять места они любят библии нам поучить все у них надо так вот я это присказка главное это впереди вот я ребят спрашиваю наших вы хотели бы молиться так как молился апостол а как откроем библию посмотрим и однажды в лагере были остались одни взрослые и решили 28 глав книги бытия это я не апостол прочитать и на каждом стиху так у нас нет не так все прочитали ничего нашего нету мы чуждые это надо сознать и я это докажу в течение пяти минут не похоже на них и похоже не потому что мы злые курим пьем блудим нет мы внешне не похожи я не говорю что там бритая другое у нас по-другому все я сейчас коснусь апостола павла он горит подражайте мне как я христу кто против ты согласна с этим а ты а кто ему пероще должен подражать кто говорит мы наследники апостолов кто получил от них рукоположение архиерея а вот теперь мы добрались архиерея нашего ему предложим ты можешь подражать иисусу христу желаешь я на сто процентов знаю желает я не прошу встречи потому что она подробно не описано а прощание описано вот ну владыка без лук всякого лукавства я говорю вы знаете мою любовь к вам а я знаю вашу любовь ко мне сегодня 16 сентября престольный праздник поселке потеряев команды скором алтайского края у нас владыка митрополит сергий алтайский барнаульский если я где-то не дам афоризма то подскажите мне как они прощались апостол павел со своей пасвой и он прощается последний раз видит их но он не знал это но знал что его ждут испытания он выйдет потом так я просил прочитать диане апостола 20 глава 37 стих внимание тогда немалый плач был у всех и падая на вы и у павла целовали его а потом скорби особенно отсказанного им слова что они уже не увидят лица его и провожали его до коробки впереди там есть что-то молились как сказав это он преклонил колено свои и со всеми ими помолился а потом потом поцелуи на шею не то что как колесам лимузина щеновоза поклонились а на вы и целовали его меня спрашивает один священник очень хорошо известно нашему батюшки друг его ты знаешь или нет таких архиереев которые не делает поборы когда где-то он берется с собой священника при каждом у конверте разорение сплошно я говорю знаю понимаете хорошо знать многих вот как и теперь мы сегодня прощаемся с архиереем мысленно хотя бы нет значит нет меня даже один такой для меня важный человек и говорить не говорите владыки зачем ну говорите знаю что это невозможно что невозможно стать на колени дозволить его поцеловать вместе со всеми на коленях мы палатки расстелим у нас есть армейские палатки стать на колени на улице помолиться поблагодарить бога и проститься по-апостольски я прошу подражать по павлу а павел вот мы прочитали и вопрос возможно ли это сегодня не сочтут ли это что-то еретическая раскольническая вот а много дворкиных то еще которая для чего-то поставлено им же платят за это вот конкретно сейчас мы вышли наш владыка преклонил колено мы тут искусственно слезы не вызовешь там они плакали он скажет сначала научитесь плакать тогда приеду прикладу колени он будет прав понимаете мы переходим через эту ступеньку но понимаете ну настолько он так сказал прощается а мы-то радоваться что такой день и владыка приехал тем более мы вот причастники которые у нас особая радость а теоретически гипотетически возможно это владыка вот вопрос пусть мы даже не так будем скажет ну чего я буду вот это на показ то вы себе лайки собираете да ну знаете пиарится на что люди начали говорить слова сами значения их не знает я просто ратую об этом вот мы молимся сейчас нами старообрядцы не молятся нельзя их сразу отлучат такие мы для них еретики наши родственники здесь живут ни под каким видом я говорю у меня хорошие отношения сложились митрополитами их корнилием и переписка идет и я их спросил старообрядцев и не против я себя его спрошу чтобы вы могли у нас на богослужение быть по-своему делайте двуперся все не переходите надо еще и домой пойдете ну не болтаться где-то сразу мне рискать резким тоном ответил никак я виновен вы признаете равна спасительность истинного и это да что сразу щепоте то дискать он не сказал но обычно сарабоста табак берут а я их отбил этот ягра сегодня табака ни у кого нет двумя руками перусы держит я не сразу заглохли вот так и нас увидят люди скажите вот сколько пишут разных я не утомляю вас этим ладыкой я один опыт очень большой их ехали вот патриарх встретился в гаване с папой франциском и такая волна пошла по интернету там не поминать то другое а вы что молчите я ответил патриарх ничего не сделал противозаконного нигде даже еще не опубликовано что они разговаривают чего вы что предали католикам вы бритые крестите по католически одной ладони только не погружать его уже давным-давно католично тем более священников которых нагнали с украины они рады этому патриарх ничего не сделал плохого и тогда меня по-другому показали патриарху у ничего не сделал ничего так он с папой встречался до подходил благословение до целовались да я могу подражать нашему патриарху святейшему кириллу мы уезжаем в томске теперь я уже отводите на себя буду дарбить в тощую грудь сходить надо в католический костел сестра моя там племянник пошли побыли священник вы не знаете как называется я ему подарил кисть на православию а потом на следующий день уезжать мы с таким восторгом ночью это вы написали его дух моего там еще нет я документы собирал каноны все вы выдал по всем темам у кого есть книга знаете а теперь мы выезжаем я говорю вы меня можете благословить сейчас православные скажут вот еретик тому как у минист я не реки книгу минист но они от апостолов имеют петра мы брата его андрей откуда пошло то все так брат анжей это андрей мы выезжаем очень далеко нас благословили уже три епископа я не пренебрегаю вашим показать что мы не враги вам до благословите они благословят маленький по-другому я наклоняюсь а он руками голову мою обхватывает а потом перекрестил точно так же вот а племянник все снимал и когда вернулись оттуда я этот ролик опасаюсь поставить для меня это струйте не свойственно я все выставляю а тут я притормозил и начал расспрашивать в общине везде как вы думаете не будет ли это соблазном а какой соблазн это мое личное дело чё же мы подвезли ко мне залазить то я выставил и ни одна нападки не было нигде понять это конечно необычно православный проповедник дальше мы едем в пензу заехали там я жил старые люди от которых я много добра получил но они баптисты и они сидят женщины и занимаются словом божиим чего особенного нет но теперь молиться с еретиками нельзя 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 почему вы не говорите когда нельзя она не считает очень иначе я могу стоять и сказать аминь или если вы не сказали нет святой троицы я отвернусь было такое призвали нас туда я сразу разберусь а почему не молиться вы еретики с вами нельзя я на восток молюсь а здесь я сказал аминь и попросил благословения на дорогу они сказали аминь ни одного противо евангельского слова не было на это бросились сразу я сделал необычно да я имею благословение это они помолились прося благословения люди живут чисто я не пренебрегаю этим потому что в дальних поездках намного это приходилось я теперь говорю о себе я подставил себя под удар у меня в интернете просмотров только на одном канале у меня 254 миллиона половина российской федерации и поэтому люди разные 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 а все-таки душа у каждого это здорово получилось я не настаиваю ни на что дальше вся прерогатива как говорят и и проще зависит от того кому я говорил как вы считаете правильно молиться двумя перстами как сорбятся или тремя я говорю не двумя не тремя как вы знаете у златоуста он говорит и перстом не перстами осенил каким ну не левой рукой это точно не знаю что не мизинцем мы показываем какой да там не написано ну судя по тому какие мы есть ясно дело это одним перстом а почему один не было ни каких филиоквы не было монофизитов монофилитов против которых тогда и показали тройственность это милетии учителя на златоуста а что было 500 язычеств ян златоуста говорит в римском пантеоне завоеваны государства внесли туда свои большинства 500 божеств 500 ниш каждый приезжаю в город столицу и рима кланялся христианам высекли 501 ниша ставьте христа статуи и молитесь никто не ожидал что христиане они сказали обиливо так вот сказали все это бесы как без и дамы жертвы приносим столько лет бесы принося жертвы идолам пальцев приносит жертву бесам все 500 религий поднялись против христиан все 500 религий исчезли христиан состоит поэтому не надо нам сегодня никого бояться они не согласны а мы ничего худого не сделали если даже владыка сказал ну давай палатки свои что мне стоит это я сейчас стану на колени помолимся может у нас и слезы появятся слезы радости я ее не скрывая это а другой дает архиерей посмотрел бы может кто-то скажет еще ты там подыгрываешь кому-то я знаю какие слова воды к говорит долго стучат зачем нам это это его мнение мы не не людей не убили ничего вот смотрите я буду показывать люди которые пришли не через церковь вот этот человек расскажи коротко как ты пришел я мне дали квиток приглас приглашением на занятия в университет я пришел лет ты занять не занять это увидел на столбе объявление объявление да потом еще и квиток до сказал гортну и обнаглели сектанты под православие косит а когда пришел все еще косит сколько лет это назад было 2005 год и окрестился так вот стоит который человек это прилетели сюда из казани по происхождению наполовину можно сказать татарин принимал крещение здесь у него за бороды там в аэропорту работает при обслуге увольнять и как подняли все такое написал им и который против был того уволили начальника так я говорю а это оставили борода позволяет мне быть среди мусульман они меня слушают они с бородами он им доказал ни одного замечания нету а сам заканчивает в это время уже дипломная практика идет университет между прочим человек очень очень интересное по компьютерным видео вот прилетел сюда фамилия семёнов вячеслав так этот откуда из москвы фамилия лемеш димитрий ты откуда из омска из омска виталий коленников так откуда это люди которые на неделе прилетели ты откуда вот они из барнал а ты откуда наполовину или полностью чувашка понятно это люди которые приняли здесь крещение услышали сугубо православные они знают много и много у нас идут занятия по скайпу ежедневно молятся через два часа в каждой абсолютно молитве имя патриарха и молимся за франциской и за венедикта которую на покой отправили и за старообрядческого корнилия за всех правителей начиная с путина мишустина дональда и проще я задаю всем загадку в российской федерации за время перестройки уничтожено полностью 120 миллионов младенцев по щебе матери 120 миллионов государство пожирает себя ну нашелся один глава администрации который эту заразу подвел под уголовную статью один да он герой в российской федерации но он герой не по железке по нутру кто это такой ну кто со мной знается не говорите кто такой глава администрации один не побоялся восстать против он очень очень близок президенту не то что где-то даже мы были у него столица его региона главный проспект имени путина я больше не встречал наверное догадались рамзан охматович кадыров у него от него у меня письменная благодарность за книги прошлый раз мы были я сказал мы стали особо молиться за митрополита тихона шевкунова я помню батюшка сидел и вы говорите а почему внутренняя потребность была и это не исчезает мы молимся как уж бог знает наши молитвы которые они конечно рассмотрение люди это много приходит мы ни шагу никуда в сторону только просят священство господа священников разъемных свыше владимы и духом божиим чтобы страна обновила ли их свой никто не побуждает не молитва по соглашению там где-то деньги не берут просто дают сигнал везде зазвенело а я только зашел вызву мы все оставить время 7 7 минут молитва и 100 поклонов и каждый день то есть можно это сделать не в одном экземпляре но у нас сколько человека 4 никита там насчет вячеслав сергей вот уже трое каждый свои часы собирают этот опыт молитвы сообща хороший его можно расширить это что я о чем говорю им вы что-то внесете я не буду надевать и противогаза или что она однажды она сработала и сработал очень хорошо люди поняли что с нами делают и так и здесь так вы только помните я за называлась и имена то только потому что люди здесь обычно златоуз говорит в храме мы не у нас тут жил человек вот рядом и он вышел а вы про меня рассказывали проповедь была я бы как-то узнал а как вы же машинах еще не понимаете а говорите меняют машины больше заниматься не чем я говорю я жил на квартире у хозяина которая ремонтирует машин да я не знал а вот освещение кто же отец александр миша а я думал и знаете про меня говорит это слово божие обоида острая проникающая до разделения души и духа состава в мозгу вот какое дело мы записали все на метрополию стене вам владыка там эти фотографии могут показать батюшка вы знаете вас отец таким как выделил он уезжает а в это время может кто-то у нас умереть или причастить он кладыке а вы как говорит и кого вы хотите конечно вас так что вы нам очень близки и вы знаете как вы мое сердце завоевали тремя шагами первый раз появился и как он в алтарь вошел сразу головой до земли поцеловал так я не сторонник там какого-то петиша но сразу же я понял человек непритворно верит все спаси христа за внимание я батюшка я пару слов скажу ну давай это не твоя батюшка не на пленке запиши служба идет а мы на пленке записываем это уже не видела и это я читала вот запиши на пленке не на пленке а на тебе вот а сейчас сейчас я не осуждаю но пришло время время пришло уже мы сейчас служим богу и амону так что прошу прощения и благословения серафима вот тебя не будет когда все посмотрят это сказать вот как она в храме стоять как серафима стояла вот как молиться надо как серафима тебя не будет а себя еще пример будет многие поколения брать понимаете все 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 слава богу за все за все мы дарю господь богу за все слава богу оттуда не надо а 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 и а а а а а Спасибо, Господи Христов.